Если гонболисты Каосиков Гавк заслужили право играть в полуфинале, то в женской части чемпионата развернулись баталии за выход в финал. На пути волгоградского «Динамо» встала Звенигородская «Звезда». Начали с двух матчей в Волгограде. В стартовой игре события развернулись таким образом, что всю ее первую половину хозяйки площадки вынуждены были выступать в роли догоняющих. «Звезда» действовала в достаточно жесткой и силовой манере, не давая «Динамовкам» как следует разыграть мяч и перехватить инициативу. В счете тоже вели гости, но не более чем в один мяч. И такая картина наблюдалась на протяжении почти всей первой половины матча. Кроме ее последних 5-7 минут, когда «сине-белые» вздрогнули и понеслись отыгрываться. На отдых с преимуществом в один мяч ушли уже наши гонболистки 15-14. У нас был перерыв полтора месяца без игр. И в принципе трудно было предположить, что сегодня мы вообще сможем сыграть. Потому что вообще не было ни одной товарищеской игры, ни контрольной никакой игры у нас. Мы не смогли сыграть, чтобы поддержать свою игровую практику. Поэтому сегодня выходили там как бы с чистого листа, не зная, что и чего получится. Ну, в принципе, вот затык, недоволен я сегодня, конечно, действиями «Пежо», которая очень много не забила выгодных моментов и в защите не совсем так сыграла. А так, в принципе, «Звезда» очень в хорошем состоянии находится. Команда очень опытная. На каждой позиции играют очень опытные игроки. Поэтому выиграть у этой команды легко не получится. Перерыве, сделав работу над ошибками, «Динамо» здорово прибавило. Соперницы ничего не могли поделать с шестым номером Анной Кочетовой. И только посредством грубости удавалось останавливать нашего лидера. В одном из эпизодов, видя, что макал страстей зашкаливает, наставник «Болгоградок» берет тайм-аут, минутный перерыв, впрочем, длившийся не более 20-25 секунд. Последний тайм-аут я им сказал, что нужно разыграть до конца мяч, посмотреть немножко. Понятно, что устали. Устали наши лидеры. Там они сейчас вот концовку уже как бы и Кочетова, и Левина. Дотерпеть нужно было и не обращать, не поддаваться на провокации. Потому что мы помним, какие здесь были провокации 4 года, 5 лет назад, когда была драка здесь. На этот раз обошлось. Наши дотерпели и дожали соперниц 29-25. На следующий день состоялась вторая игра. В этом случае звездные гонболистки почти не грубили. И в такой обстановке, когда именно игра, а не эмоции, выходила на первый план, стало очевидно, что звезда сегодня значительно уступает нашим в классе. Гости чуть-чуть посопротивлялись в самом дебюте игры, а затем «Динамо» быстренько погасила звезду, прочно взяв нити игры в свои руки. «Пежос» правильно поняла претензии тренеров в свой адрес и исправилась, став лучшим бомбардиром нашей команды. На счету француженки 10 заброшенных мячей. Когда лидерство в счете хозяек площадки перевалило за плюс 12 и не вызывало никаких сомнений, Рябых выпустил на площадку «Молодежь». Звезде это не помогло, и она потерпела второе поражение со счетом 34-27. Теперь «Динамо» предстоит ответные матчи в Венигороде. Они состоятся 28 и 29 апреля.